Продолжим. Значит так, глава правительства объявил выговор мэром Бишкека и Оши. Дальше. Премьер-министр объявил выговор ряду чиновников. Дальше. Джан Торос Атабалдиев посоветовал главе МВД не заниматься процентоманией. Да, вот так вот и было. Я себе представляю, да, он купил себе такие кожные сафоги, хлысток, ходит по коридору. Худеешь вы там, как отчет. Злой такой ходит. Не, ну действительно, да, какой-то вот он прям сердитый, я бы даже сказала злой. Знаешь, вот есть доктор зло, а это, наверное, премьер зло. Да? Ходит такой, зубами скрипит, на всех жиках, да? Почему не решили вопрос о финансировании? Ну так, мы же это, ну там, как, там, в общем, там, как получилось? Выговор! Да что? Ну так. Ну, по моим подсчетам, около 40 процентов. А вам бы я посоветовал, вообще не заниматься процентологией. Мне кажется, я знаю, в чем причина. Так. А ты вообще молчишь. Просто обидно, понимаете? В смысле? Ну в каком смысле? Ну вот смотрите, премьер-министр Японии ездит на велосипеде? Ну, ездит, кстати, да, он ездит. Премьер-министр Великобритании, он показывал, ездит на велосипеде. По телеку тоже, да. Просто... Даже премьер-министр из Зимбабве ездит на велосипеде. Ну там-то, конечно, вынужденные меры, но тем не менее, ездит же на велике. Ездит. Чуть я не пойму, к чему вы клоните оба. Это почему он злой? У него велосипеда нет, понимаешь? В печке нас помнят, да. Поэтому, уважаемые телезрители студии 7, если у вас вдруг на балконе завалялась там старая кама, пожалуйста, давайте сделаем, чтобы наш премьер-министр немножко подобрел. А помните случай, когда Турция нам 50 миллионов выделила? А он? И что он? Пошел себе кеды купил. А всем остальным индейскую народную избу нарисовал. Фиг вам назвать. Я думаю, что пора остановиться. У меня новости за рубежа. За счет введения налога на марихуану в Колорадо отремонтируют школы. Радует нас портал ABC. Все это, наверное, проходило под лозунгом «Мы курим во имя светлого будущего наших детей». А если с помощью марихуаны они там школы делают, я представляю, на Герыче сколько там, универе может стоить? Да. Как говорится, заплати налоги и живи смешно. Представим, можно брать пример. Вот смотри, такой налог ввели, старые школы отремонтировали, новые построили. Вообще проблема решается, понимаешь? А тут бюджета нет. Вообще, таким образом можно многие проблемы решать. Вот, например, каждому, кто курит марихуану, прикрепить, ну, по пенсионеру, скажем. Пожалуйста, решили проблему. Отличное решение. Возле подъезда бабушки сидят, грустные всегда. А тут никого наркоманом не называют. Раз, второй сидят, солнце радуется, веселенький, настроение бещ. Да, где в ночи ты покурит? Пройдет наркоман, а они такие, вот он, наш налогоплательщик. Да, да. Ну, а на самом деле у нас такая система уже давным-давно внедрена, более того, она успешно действует. Функционирует. Вот, конечно же, все нарушители УК работают на государство и приносят пользу под лозунгом «нарушил УК от работы в ЖК». А коррупционеры вообще так всем, кому не попадя, помогают. Во всех госструктурах подрабатывают. А, ну да. Это как-то неправильно, честно. Да, что неправильно? Вот какую-нибудь музыку, да, такую, лирическую? Василий Элегия. Пойдет? Да, вот этот, вот грустно, да, точно. Неправильно, что эти грязные деньги, грязные деньги тратятся на детей. Как-то это неправильно. Да что неправильно? Я считаю, что эти деньги должны тратиться на виски и попки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова